мы начинали не имея вообще ничего и мы были более-менее хорошими только в музыке сталкивались с разными трудностями проблемами мы жили в одном доме с тремя спальнями и голодали делили на всех одну пачку чипсов фаза был такой похуй хочу просто делать музыку будем заниматься всеми вопросами сами и в этом как бы суть нашего подхода сделай все сам никто не делает того что делаем мы фаза пришел такой сказал привет я папик за for records со мной тут еще 16 артистов и ты понимаешь что они те кем хотят быть так в общем все началось когда фаза встретил арчи болда слима и сталина в школе искусств и за рил ходил в одну школу с рич по слим и майком фрименом карте тоже был там но был младше queen's и луи даймондс и лорд нарв тоже ходили в одну школу уже в то время занимались рэпом киси sb и dx писали вместе музыку вместе в одном доме из рила на ист поинт потом все начали тусоваться вместе в дарлингтоне где жил фаза и гэш это было ужасное место и еще был сла крест и я не знаю откуда он взялся потом там где жил лорд нарв и зрела появилась своя тусовка и и за рил придумал свой стиль в то же время он нашел александрия через интернет также как фаза нашел доме генессиса еще он работал с абра и решил позвать ее ну вот и сложилось такое движение попытки дружить сразу со всеми испортили мне жизнь она стала невыносимая потом и поднялся из пепла прям как ебаный феникс знач быть фаза в песнях это это больше это нечто большее чем я сам то как фазы выбирает людей для a flu records полное безумие но он действительно находит них талант еще до того как они сами осознают свой потенциал. Он это видит и просто берет и говорит, вот ты, нет, ты, а ты, ты, пойдемте со мной. Это дико. Я не понимаю, как это работает, но он так делает. Я не знаю. Это как примерно пойти в секонд-хенд и найти там то, что ты будешь с удовольствием носить, и кроме тебя больше никто не будет. Найти что-то уникальное. Это и есть про талант, про что-то еще. Это его видение. Он мог бы подписать контракт. Есть много людей, которые бы очень хотели подписать его на лейбл. Я получал серьезное предложение, просто думал об этом, не спешил и понял, что не хочу продавать то, что мы создали. Я не хочу превращать это в чужой бизнес. Он знает, как должно быть. Он стоит за себя. Ну и всегда во фулхаусе. Знаешь, такое место, куда кто-то один заехал и начались тусовки. Тут все раздолбанно. Все похоже на общагу в колледже. Даже когда все только начиналось и я жил в очень маленькой ебаной квартире. Там всегда находился уголок для моих корешей. Космос, блядь. Пиздец, одна временная студия, при том, поверь. Вон там в сраной столовке пишется звук, и ты даже не всегда это можешь понять. Если ты вот сюда зашел, ты не сможешь понять, что там за дверью. Даже если дверь открыта, не разберешь. Я не знаю. Обычно мы разрушаем хуйкам любой дом под фундамент, а потом все начинается с самого начала. Люди говорят, что мы плохие. Люди говорят, что мы очень-очень плохие. Когда мы занимаемся творчеством, а мы всюду беспредел. Тут вообще непонятно, кто жил. И потом еще заехал я. Поэтому место и выглядит настолько разъебанным. Здесь постоянно все тасуются, напиваются, пишут музыку и сходят с ума. Ломают все, нахуй. Где-то уже дверей не хватает, блядь. И при этом в углу слонг читает в микро. Я читаю в микро, как будто все ровно. Арчи Балл держит себя под контролем, следит, чтоб мы не опоздали никуда. Он тут почти самый главный и даже особо не понимает этого. Они мне все очень помогли. Когда я был наедине, реально опустился, как якорь. Мне было хуёво. Я стал записываться. 40-ой калибр. Нахуй. Мать его. Прям по мне пальнали. Из Глока 23 я охуел. Вот так вот по ноге прошло. Я потом в госпиталь отправился. А мне там дали оксидона и сказали, чтоб я шел домой. Хочешь знать, как это случилось? Не знаю, как сказать. Я был глупый. Мы были на какой-то вечеринге. Арчи Балл был, как обычно, убран в мясо. Ну типа нет дыма без огня. Он любил поиграть со стволами. Ха-ха. Вроде как эти шутки не должны были совсем работать. Он вроде играл с пушкой, а потом прострелил себе много нахуй. Дыбил, блять. Чувак, я как-то расписался у девчонки на груди, но написал имя с ошибкой, был упорот. У нее вроде по сей день такая татуировка. У меня же короткое блин имя, но как его написать? Мы всегда знали, что музыка это как баланс. То есть ты ешь к самому, а потом сходишь с ума. Чуваки, вообще в хламного дочка я запишусь. Я ведь не просто так нюхал кокаин и же оксидон. А мы такие смотрим и говорим, друг, тебе надо придержать лошадей хоть немного, успокойся. Тебе к блокноту бы вернуться далеко зашел. Я такая, эй, эй, полегче, спустись на землю. Вот как-то так. Мы друг за другом приглядываем. Некоторые говорят, что мы уже достигли многого. Каждый здесь по-своему уникален, играет свою роль. Он такой очаровательный, немного дурашливый по натуре. Людей к нему просто притягивает из-за этого. Он практически как наша общая бабушка. Да, да, он типа бабушка Амфок. Я всегда держался как бы в стороне и мне это действительно нравилось больше всего остального. Ну что я могу сказать? Как видите... Эй! Эй, бля! Я имел тебя, синяя рубашка, ты сосёж! По! Это как если бы мой пьяный дядюшка стал читать рэп и начал бы вести твиттер. Ха-ха-ха! Шекспир меня вдохновил заняться рэпом. Он нравился и бездомным, и богатым людям. Все его читали. Потому что там был и простой юмор, и сложная жизненная ситуация. Всех могло зацепить. Вот я хочу делать так же. Мне не нравится работать как остальные с девяти до пяти и так далее. Я пробовал, но я ленивый, блядь. Ни у кого нет работы. Если мы хотим чем-то заниматься, то это музыка, понимаешь? Мы просто делали то, что хотели делать, и вот наконец-то это что-то дало. Мы этим занимались как будто вечно. Музыка звучала так всегда. Люди только сейчас начали понимать, что это. Нарф – это комок энергии, и невозможно остановить. Я всегда хотела быть писателем, но не могла решить, для кого могу писать песни. А потом они в какой-то момент, да пошло, ну все, а нахуй, делай все сама, ты крутая, тебе просто нужно делать это само. И я такая, а че, женщина? Да ну а нахуй, я вообще не знал, как это. Мы правда делаем все сами, другие люди так не хотят или не могут. Когда все заинтересованы в результате, особых проблем не возникает. Просто берем и выпускаем музыку, потом также выпускаем видеоклипы, постоянно как бы сюрпризы. То есть нам просто важно не пропасть, мы что-то делаем и все. Лейбы занимаются другим, им нужно окупить вложения, ебаные. Дэш, мама Амфул, она с нами с самого начала. Я и правда как будто тут мамочка для всех. Ребята приходят ко мне с разными спорами, надо их решить, а они не хотят друг с другом разговаривать. Поэтому идут ко мне, я стараюсь все уладить. Если фаза это папа Амфул рекордс, то даже это правда мама, реально блять. Если что-то не сможешь решить с отцом, идешь к матери и так далее. Остальные тоже при делах, я вот у них, пьяный дядюшка. Это все реальные роли, это и правда настоящая семья. Слак маленький братишка, который приходит поиграть и рисует на обоях, а ты такой, что за крень происходит? Я чувствую себя типа совершенным шаманом. Вместо того, чтобы пользоваться цепями и амулетами, я пользуюсь самим собой. Я убиваюсь в нули, нахуй. Достигаю пика, потом становлюсь каналом для высшей силы, которая через меня говорит о чем-то хорошем или плохом. О том, что сила захочет донести через меня вот что я делаю. Мужик, слак, парень с золотым сердцем. Если честно, то он слишком хорош для рэп-игры, он слишком добрый. Он просто выше всего этого дерьма, которым наполнены многие люди. Он не лжат, не рассказывают о том, чего они делают, не хвалятся тем, чего у него, блять, нету. Он читает про Геру, потому что долг... Эй, гляди, это Крэк. Охуеть, ебать. Я хотел стать профессиональным скейтбордистом и никогда не пытался серьезно заниматься музыкой. Но потом встретил Изерила и начал петь. И никто даже не слышал раньше, как я пою. Я подумал, что это? Чем сейчас хочу заниматься? Кажется, все получилось. У каждого есть свой уникальный стиль. Ты можешь легко провести границу между одним и другим. У нас есть Александрия, она такая сладкая южная девочка. И у нас есть слаг, который полностью противоположен. Аффл, это не ву-танк. Ничего похожего. Это очень разные артисты, и они смотрят в будущее. Все такие разные, потому что музыка помогает стать индивидуальностью. Мы это тебе, блядь, не какая-то сборная в лаборатории группа ебаньков, когда сказали, что ты, ты, ты будете артистами, блядь. Мы это нечто натуральное. Все вот эти вот ебаные рэп-артисты из Атланты, у них как будто есть список вещей, которыми нужно обладать, чтобы быть в игре. И тут появляемся мы, чтобы всех спасти. Мы это другой звук, уникальный, не похожий. У нас у всех странные, блядь, имена. Типа Сла, Крис, Фазер, Эзрил, Мэтт, глоток свежего воздуха, блядь, врубился. Мы типа как 17 лазерных ебаных лучей, выстреливших в 17 разных направлениях. Когда я начинал делать музыку, для меня это значило... Но я мог просто часами сидеть в углу и возиться с инструментами, пока мне материал не начинал напоминать действительно музыку. Мой батя актер, поэтому я всегда был в нужной среде. Я видел спасателей молебон. Да... Мой папа работал там. Луи Даймонд. Луи. Буквально мистер бриллиант. Мистер сияние, блядь. Я был Луи Даймондом со старшей школы, чуваки. Всегда носил драгоценность, это была моя фишка. Луис бродюсировал мою первую запись и познакомил меня со всеми, кого я знаю. Вау, фу, он по настоящим мой братам, блядь. Он будто бы еще один член моей семьи. Я присматриваюсь за ним, и он делает то же самое. Ну, вроде старшего брата. Он был первым человеком, который вдохновил меня делать рэп. Без него не было бы здесь меня. Когда я слушаю ему зло, это как наркотики. Когда ты переслушиваешь трек, ты должен испытывать те же чувства, как когда ты включил его впервые. У него есть охуенный, неподдельный, ни с чем не сравнимый флоу. Многие люди называют нас придурками и прочей хуйней. Не, не знаю, не думаю, что мы уж настолько-то ебануты. Мы все одинаковые, будто белые вороны, которые не могли ужиться до того, как не нашли друг друга. И такие, типа, это круто. Это ведь безумно. Мы тут все, типа, аутсайдеры, да? Собрались, типа, вместе и теперь стали победителями, блядь. И мы аутсайдеры не потому что. Типа, мы наебываем людей. Мы аутсайдеры просто потому что мы други. Мы отличаемся от этих пиздиков. Ботимаш. Он, сука, просто сумасшедший. Я часть Apple Records. Я создаю дизайн пластинок, всякий мерч. Я практически подобрал всех. С кем-то случайно вышло. Кого-то мы выискивали. Бывали моменты, конечно, когда я говорил себе, блядь, будет ли эта хуетень вообще работать. Смогу ли я удержать эту тусовку вместе? Флария, она как младшая сестра. Понимаешь, она интересная, она всегда милая. Меня это не беспокоит, но я иногда думаю, что где-то внутри у нее скрывается такое мрачное нигд, что аж пиздец. У меня такое чувство, что когда я на сцене, я просто схожу с ума. Я сейчас в Атланте, и это первое мое шоу здесь. Атланта вообще всегда была очень разнообразным охуительным местом. Так много музыкантов, так много стилей и жанров. В Атланте можно увидеть абсолютно любого черного. От наркомана на улице до какого-нибудь зажиточного адвоката, ну или наркодилер. Это самый большой город для черных в Америке. Я думаю, город влияет на нас тоже на самом деле. Типа, если бы мы жили в другом месте, то это все не было таким же. Я люблю путешествовать, видеть мир. Но знаешь, куда бы я ни поехал, все равно не Атланта, чувак. Я обожаю Атланту, правда? В 세계! По-по-по-по-по-по-по. И вообще не так. Подожди, глянешься! Про-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по. Он просто молодая ебаная рок-звезда, он ребенок в душе, поэтому он успешен, он просто веселится, он просто рвет всех подряд. И я думаю, что он просто такой, просто дайте мне делать то, что я делаю, и это будет достаточно. Фентани, новая любовь всей моей жизни, в 50 раз сильнее героин, в сотни раз сильнее морфина. Мои отношения с наркотой такие же, как и у любого торчка, от любви до ненависти один шаг, и если мне такое не нравится, я убегаю. Нахуй проблему, возможно, даже не буду решать, просто оставлю так, потому что, возможно, я на пути ее решения, ну или что-то типа того. Я употребляю эту хуйню, потому что, ну, это меня, так сказать, слегка расслабляет. Вот так все проходит, блядь, вот что всегда начинается, когда я начинаю просто бегать по дому, кричать и делать реальные вещи. Прекрати, блядь, закрываешь мне тут двери. Я не хочу слышать эту дичь, успокойся, мать твою. Как вы видели, у нас с Арчи хватает разногласий, но он кричал на меня, и, как обычно, он бухо в говно. Но, Арчи, я люблю тебя, на самом деле, даже больше, чем ты можешь себе представить. Но ты ранил мои чувства. Всем нам пришлось пройти через разные довольно драматичные события, потерять кого-нибудь или вообще никого никогда не иметь. Две недели назад умерла моя мать, пожалуй, самое жесткое, что могло случиться. Ты же знаешь, что родители это всегда, типа, самое главное в жизни, и они дали тебе эту жизнь. Я думал, что моя мать будет на моих похоронах, но... В 2011-м в меня стреляли в Дарлингтон-апартамент. Чел шел за мной. Преследовал меня от блядского лифта. Где-то здесь. Прям тут. Я повернулся и заметил, как этот хуй логнался за мной, крича... Отдай мне телефон! Отдай свой блядский телефон, нахуй! До этого я никогда не бывал в подобной ситуации. И я просто сказал... Да пошел ты, я не сделаю этого! Я стал отбиваться. И он выстрелил прям в руку мне, сука. Она просто онемела. Но я все равно пытался вырубить этого ублюдка другой рукой. И тут же он выстрелил мне в живот. После всей этой хуйни я уже не мог сопротивляться. И... Опершись на стену... Прям так и наблюдал, как он убегает. И я позвонил в дверь. И после этого я помню лишь размытое очертание дороги до госпиталя. И то, как стал уже совсем терять сознание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Кей Чарльз реально хорош Я постоянно слежу за его музыкой Он намного меня вдохновил Помню, как в первый раз Не знаю, первый ли Это было в Миннеаполисе Меня просто трясёт И тут мне такие Эй, ты выходишь через пять минут? Я вышел продышаться на улку Пиздец, как опоздал Нихуя не понял, что происходил А потом спрашивал Ну, чё, сильно я проебал А они... Братан, блядь, нет, это лучшее шоу Сичёшь, да? Изобразительное искусство началось с простого Пещерные люди рисовали какое-то дерьмо Изучая тени, перспективы и прочую хуйню Потом был Ренессанс Где чуваки с точно сюда молекулу писали портрет После этого ты видишь, как художники типа Мане Упрощают и делают картины забавы ради Всякое такое дерьмо, понимаешь? Что касается хип-хопа Я вижу стада тех, кто работает как Мане Дело это со звуком в хип-хопе Возрождением хип-хопа стали 90-е Исполнители типа Эминема Которые будто бы описывают пейзаж А я в своей студии как бы кладу полотно И начинаю бросаться дерьмом Я могу прямо вот пассать На холсты это будет то искусство Которым хочу заниматься, понимаешь? Каторым Harmony Эбро это как солнечный свет, я даже не могу нормально писать, она просто потрясная. Я знал, что песня о России сможет стать чем-то большим, но я не думал, что альбом сможет носить чего-то, это же мой первый альбом, понимаешь? Эбро как наркотик, у нее есть стиль, у нее есть голос, и я верю, что она поменяет представление о том, что такое Айрон Би в следующие 10 лет. Эбро просто охуенно поет, оно потрясно, я ей горжусь. Всегда есть такая связь между мезогенией и рэпом. Я сам стараюсь измениться, делать и думать иначе, быть лучше ради себя же. Эти девчонки, каждая из них чертовски своеобразна. Брэн, моя любимая исполнительница. Эбро, мой любимый композитор и автор треков. Томми Генессис мне нравится из-за умения абстрактно мыслить. Эш, одна из самых дорогих для меня людей. Возможность быть рядом с группой таких людей, мое благословение. Очень круто иметь такую кучу друзей вокруг себя. Это сильно мотивирует меня, когда рядом есть ребята, на которых можно положиться. Я не могу представить себя в каком-то ебаном другом месте, кроме как с этими идиотами. Я полностью озадачен тем, как вообще это дерьмо работает. Вроде и все звучит ужасно, но почему-то Афул Реккер сработает. Какая отлично заправленная брак-машина. Это дико, это жестоко, это против твоей ебаной системы, сука, в которой мы живем. Это игнорирует мнения остальных. Вы говорите, это ужасно. Мы, Дуба, также мы считаем себя ужасными людьми. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok